К лету готовы. В этом году в загородных лагерях Самары, таких как Арго, Заря, Золотая Рыбка, Салют-2, Авангард Самары, в центре дзюдо Мужества и в Олимпе отдохнут почти 6 тысяч ребят. Об этом говорили на совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. На этой неделе завершается приемка учреждений, а здравительные лагеря откроют свои двери 1 июня. Каждый из них примет по 5-6 смен за каникулы. Санитарно-эпидемиологические требования у нас выполнены. Корпуса и столовые оборудованы необходимым количеством рециркуляторов. Меткабинет оснащен бесконтактными градусниками и декаментами в полном объеме. По антитеррористической защищенности организована круглосуточная физическая невооруженная охрана. Имеется кнопка вызова группы быстрого реагирования, система контроля и управления доступом. Те, кто в лагере не собирается, могут с пользой для здоровья провести время в городе. На лето в Самаре запланировано 13 общегородских физкультурных мероприятий. 12 июня пройдет «Королева спорта». Легкоатлетический марафон запланирован на 21 августа. Горожан ждут «Золотые пески Самары» и турнир «Тюленево». В городе пройдет 38 различных соревнований по легкоатлетике, спортивному ориентированию, конному спорту, велоспорту. Общий охват – 4,5 тысячи человек. Продолжается развитие акций «Приходи на пляж поиграем» и «Самара в движении». На набережной будут проводиться бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, йоге, силовой гимнастике, акробатическому рок-н-роллу, фитнесу, парковому волейболу. На площади Куйбышева установлено мини-футбольное поле с искусственной травой. Организованы площадки для стритбола и для игры в городки. На второй очереди набережной в парке Гагарина будут созданы оборудованные места для физкультурных занятий, которые будут проводить фитнес-центры и спортивные федерации. Этими активностями планируют охватить до 20 тысяч человек. Из нового, что мы в 2022 году запускаем, это федеральный проект «Стань чемпионом». Он у нас будет реализовываться на базе нашего учреждения «Ладья». Данный проект предполагает проведение бесплатного тестирования детей в возрасте от 5,5 лет до 12,5 лет и призван помочь определить их предрасположенность к занятию тем или иным видом спорта. Записаться на тестирование можно будет на сайте sportchampions.ru. Одна из главных задач городских властей на лето – трудоустройство подростков, особенно тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. В этом году планируют обеспечить работу около 3 тысяч несовершеннолетних. Они могут трудиться подсобными рабочими, уборщиками территории, помощниками садовода. Город заключил соглашение о трудоустройстве со 131 организацией. Среди них 12 промышленных предприятий, таких как «Авиакорт», «Трикотажная фабрика», «Завод приборных подшипников», «Государственные и муниципальные организации», «Ботанический сад», «Военный комиссариат», «Центр соцобслуживания населения». О финансировании временных рабочих мест для несовершеннолетних, оно предусмотрено в рамках наших муниципальных программ, в рамках программы «Молодежь Самары» и «Профилактика правонарушений». Общий объем средств из городского бюджета на сегодняшний день составляет 8 миллионов 791 тысяча 600 рублей. По сравнению с 2021 годом увеличение на 408 тысяч рублей. Все подростки будут трудиться от 8 до 10 дней и помимо заработной платы получат материальную помощь – более 2,5 тысяч рублей. Летом продолжат работу муниципальные музеи, они будут проводить экскурсии на базе своих уже существующих экспозиций, а также новые фестивали, мастер-классы, интерактивные развивающие программы. Коллективы городских школ искусств планируют выезжать в школьные лагеря со своими программами о музыкальном искусстве, спектаклями и музыкальными гостинами. Этими активностями планируют охватить более 57 тысяч человек. Виктория Шара и Василий Колдашов. События.